Что роднит президента Украины Зеленского с его запоребриковым тезкой Владимиром, так это беспрецедентные меры безопасности при, казалось бы, заоблачных рейтингах. При этом эти меры безопасности касаются не только самого Зеленского, но и его окружения. Судите сами. Вот прибывает наш новоявленный зе-президент в Одессу, ну понятно, пафосно, а как иначе, когда еще недавно ты выступал на морвокзале, ведущем Лиги Смеха, а сейчас уже целый президент. Вот, прибывает с эскортом, это ясно, не на велосипеде же, как какой-нибудь голобородька приезжать. Но эскорт-то состоит не из машин, а из президентского авиаотряда, на котором вместе с ним прибывают охранники и помощники. Только представьте, целый авиаотряд оговорили, что Порошенко барыга и тратит народные средства. Дальше больше. Оказывается, что супруга нашего ненаглядного зе прибыла в город за день до визита своего суженого и отправилась на местный пляж Дельфин поплескаться в водах Черного моря. Но для этого целое крыло этого пляжа было перекрыто и оцеплено несколькими полицейскими кордонами. Одно пляжа, накануне купания первой леди, было обследовано водолазами. Теперь точно, Дельфин – официально самый безопасный пляж на Черноморском побережье. Ну, хоть какая-то польза. Скажите, для кого нужна эта показуха? И главное, кого вы боитесь? У вас же всенародная электоральная любовь. Единственное, что, как показывают результаты последних выборов, вам грозит – это задохнуться в народных объятиях. Кого вы боитесь? Врагов? Русские спецслужбы? Боитесь, что ФСБшные водолазы схватят вас во время купания, уволокут на дно морское и будут вас пытать? Я понимаю, если бы такие меры безопасности перед приездом в Одессу предпринимал Шуфрич, у него спорные отношения с жителями этого города. Но вам, Владимир Александрович, всенародному любимцу, снижателю тарифов и повышателю зарплат бедным учителям, зачем вам бояться людей и прилетать в главный порт страны с целым авиаотрядом и полком водолазов? Честное слово, какой-то комплекс убогих, кортеж подлиннее, теперь еще и на самолетах. Что дальше? Закос под Путина в спортзале уже был. В море вы ныряли, но амфор, слава богу, не находили. Полет со стерхами? Или вы решили переплюнуть главного запоребрика и соорудить собственный авиаотряд с блэкджеком и шлюхами, извините, советниками и охранниками? Не, ну а че, народ одобряет. Песни, пляски, водолазы, черти Баканова. Это все пока проходит на ура. Можно и с авиаотрядом полетать. Пипл хавает. Ведь первое лицо государства нужно серьезно защищать. Ведь он так много делает для страны за первые два месяца своей каденции. Не то, что эти попередники-барыги. Учителя вон массово бегут менять карточки на валютные, пенсионеры на радостях рвут книжки по оплате коммунальных услуг. Ведь теперь вода, свет и газ нипочем. А на пенсию можно шиковать на пляже не хуже первой леди. Ведь так же. Мы ничего не упускаем? Это все уже сделано? Коррупция побеждена, ведь о ней ни слова нет ни на одном канале. Над украинскими дорогами плачут спецы из Германии, удивляясь и завидуя их качеству. Контрабанда украинского янтаря теперь опаснее, чем трафик афганского героина. А украинские олигархи настолько боятся вашего гнева, что все как один бежали в Вену и просят отправить их в США вместо фирташа. При этом их добро давно поделено вашей праведной рукой и роздано учителям на валютные карточки. Или еще нет? Энтузиазма пока хватило только на авиаотряд. В общем, развлекайтесь, Владимир Александрович. Мы подождем.